Прокуратура Ненецкого округа и региональное общественное движение Ассоциация Ненецкого народа ЕСВ подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросам защиты прав и интересов коренных малочисленных народов, обеспечении экологической безопасности на территории округа, а также реализацию совместных мероприятий. Подписи под документами поставили прокурор Ненецкого округа Николай Егоров и президент Ассоциации Ненецкого народа ЕСВ Юрий Хатанзейский. В соглашении прописаны формы и принципы взаимодействия, а также обязательства сторон. Срок действия документа – три года. На самом деле Ассоциация – это значимое событие. Я еще раз благодарен Николай Алексеевичу за такой шаг. Это также налагает определенные обязательства, определенную ответственность, с чем мы согласны и готовы к дальнейшему планаторному сотрудничеству. Подписанное с прокуратурой округа соглашение дает Ассоциации ЕСВ и дополнительную поддержку в сфере соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов региона. Проблемных и нерешенных вопросов в этой сфере хватает. Несмотря на созданную в округе нормативно-правовую базу, качество жизни коренного населения находится не на должном уровне, отметил Юрий Хатанзейский. В свою очередь, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры округа Петр Лудников подчеркнул, что органы государственной власти и местного самоуправления не всегда в полной мере исполняют предоставленные полномочия и взятые на себя обязательства. Принятие мер прокурорского реагирования также потребовалось в связи с имевшихся фактами необосвечения оленевода соответствующими топливно-аналитическими ресурсами, в частности, дров, причиной которого стало отсутствие своевременного надлежащего контроля в этой сфере со стороны администрации района. Проверки также показали ненадлежащую реализацию в образовательных организациях положения закона о ненинском языке на территории Ненинского округа, в части неполного обеспечения учащихся в школах учебниками ненинского языка. Вскрывать факты нарушения прав коренных малочисленных народов помогают не только собственные проверки и сигналы граждан, но и активное взаимодействие с общественными организациями. Такая практика у прокуратуры уже есть. В 2014 году ведомство подписало соглашение с Союзом оленеводов Ненинского округа. Информация от этой общественной организации в части возможных нарушений экологического законодательства связана с разливами нефти, с разъездами тундры, с деятельностью недропользователей, нарушающих экологическую обстановку. Помогало прокуратуре в своевременном получении информации о организации контролирующих органов проверок и принятии актов реагирования. Соглашение прокуратуры и ассоциации ЕСАВЭЙ также предполагает плодотворное сотрудничество на благо коренного малочисленного населения Ненинского округа. В реализации соглашения также примут участие сенатор Валентина Сганич, вице-губернатор по делам КМНС Ольга Старостина и уполномоченный по правам человека Лариса Сверидова. Отвечу, что сегодня на территории региона проживают более 7,5 тысяч ненцев. Около полутора тысяч ведут традиционный кочевой образ жизни.